ВЫШИВАНКИ Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш разговор о вышиванке. Вышиванка как морально-этическая норма, как альфа и омега каждого из нас, каждого украинца, и в свете приближающегося великого для каждого украинца, патриотического, конечно же, украинца, праздника Дня Независимости Украины, вышиванка становится символом, символом всего, что дала нам Великая Революция три года назад. Продемонстрируем, как вышиванка шагает городами и весами нашей необъятной великой Родины. Начнем с Кременчуга. С каждым днем главная площадь нашего города, площадь перемоги, набивает новых, яскравых кольоров. Адже саме там створюется символ свободности украинского народа. В Кременчуге решили превратить площадь, площадь вишиванки. Замість залишків радянського минулого викладається справжня українська вишиванка. Кременчугские патриоти решили заменить старые советские символы символом новой, процветающей Украины, вишиванковым. Из нагоди 25-й речниці незалежности, там, где раньше стоял стакан, будет красоваться яскрава украинская вишиванка. Там, где раньше стоял стакан, что само по себе характеризовало ушедшую, проклятую эпоху Януковича, теперь будет красоваться вишиванка. Вишиванка будет прямо на полу. Место Кременчуг по-особному будет встречаться свято традиционным, величезным, рекордным парадом вишиванки. Патриоты города Кременчуга к великому празднику придумали достаточно нестандартный ход. Массовый парад вишиванок, начавшись, окончится на площади вишиванок. Який будет стартовать с Палаца культуры Кредмаш и вперше в этом году будет финишовать на главной площади города, где проходят работы по мощению специального орнамента, который, в принципе, за своим риском напоминает также украинскую вишивку. Работники работаются, не покладая рук. Успеть надо к Дню независимости Украины. Успеют. Планируем закончить работы по укладке плитки к Дню независимости. Этот орнамент станет патриотическим символом Кременчуга. Кременчуг можно по праву назвать патриотическим городом, потому что массовый парад вишиванок, который окончится на площади вишиванок, окончится гимном, массовым гимном Украины. Тут будут финишовать участники наибольшего загальноместного парада вишиванок. Приеднуйтесь, та разом усім містом виконаемо национальный гимн Украины навколо наибольшой вишиванки у Кременчусе. Однако следует признать, что патриоты города Кременчук в креативе уступили патриотам города Краматорск, где появился компас-вышиванка. У Краматорску з'явився компас-вышиванка диаметром 9 метров. Труженики и труженицы, жители Краматорска, а также гости города могут сплясать на этом патриотическом компасе. Однако Кременчук, не желая уступать патриотическую пальму первенства другим городам, призывает жителей Кременчука прийти и участвовать в параде вышиванок. Именно массовость любого патриотического мероприятия подчеркивает его значимость. Чем больше, тем лучше. Ведь став участником наиболее массового исполнения гимна Украины, ты имеешь возможность заявить о себе на весь мир, потому что весь мир будет слушать, как в Кременчуге исполняют гимн Украины. Еще раз доведемо, что Кременчук – сердце Украины. Место, где живут настоящие патриоти. Да скажи, что ты настоящий патриот, и приходи на парад всей своей семьей. Вдягайте яскравые вишиванки, и приходьте на парад всей своей семьей. Но в гонку патриотизма тем временем включается Кировоград. Ведь именно в Кировограде на День независимости принесут самый большой рушник в Украине. Цегоречное святкувание начнется 24 серпня о 10-й біля площади Дружбы народов. Местом нестимуть 25-метровый рушник-рекордсмен, який вишивали всем местом. Конечно же, ни один День независимости не может обойтись все-таки и без вишиванок. Поэтому, помимо прочих патриотических мероприятий, будет проведен фестиваль семьи в вишиванках. Тут проведут фестиваль родины в вишиванках. Как будто бы патриотический вызов бросая предыдущим патриотам в Виннице решили раскрасить в вишиванку забор. Идея нанести визерунки вишивок на старый серый паркан належит директору 23-й школы гимназии Оксане Яценко. Еї вона подала на конкурс бюджет громадских инициатив. Директори школы подала этот проект и выиграла, и получила деньги из городского бюджета. И на реализацию этого патриотического чудо было выделено 92 тысячи гривен. А вот и сама директориса. Она уверена, патриотический забор будет воспитывать в детях любовь к своей родине. Никто из детей не посмеет помочиться на этот забор. Мы повернули на осознанность наших детей. Поверьте мне, прийдет абсолютно иншее поколение, которое будет любить нашу страну. Поверьте мне, говорит директориса, и мы ей верим, придет совсем другое поколение детей. Совсем другое. За основу стрит-арту взяли орнаменты с вышитої карты «Украина вишивана». Еї учни школы выготовили на уроках праці. Изменилось их сознание. И любить Украину, эти новые дети будут совсем по-другому, не так, как мы. И как, глядя в это чистое, светлое интеллектуальное лицо учительницы трудового воспитания, ведь именно на ее уроках дети вышивали вышиванки. И как не поверить в патриотическое приумножение, когда узнаешь, сколько именно баллончиков краски было израсходовано на этот патриотический забор. И, конечно же, какой-нибудь враг, присмотревшись к этим баллончикам, может прийти к выводу, что цена их составляет порядка 100 гривен за штуку. Вернее, 90. 90 гривен, когда их покупаешь, не оптом. Конечно же, враг Украины может умножить 90 на 200 и получить неутешительную сумму в 18 тысяч гривен. Потом враг Украины после этого может вычесть 18 тысяч гривен из 92 тысяч гривен, которые были выделены, собственно, на этот забор из городского бюджета. Но только враг Украины может решить, будто бы украинские патриоты куда-то скрысили чуть больше 70 тысяч гривен. А теперь возвращаемся в Кременчук, потому что Кременчук решил не упускать возможности превзойти предыдущих патриотов. И даже слово крышечек патриоты Кременчуга пишут по-своему. Крыхичек. У Кременчуці з'явится еще одна вишиванка с крышечек. Вишиванка из крышечек? Получи вата. Пока одни вишивают сорочки до дня незалежности, інші створюють вишиванку прямо на паркані. Учасники АТО, члени их семей и медпрацевники делают патриотичный визерунок с кольоровых крышечек. Какое полезное, нужное всей нашей стране дело делают эти патриоты. Отарвись, отарвись от экрана, пойди и сделай что-нибудь подобное. АТО Наталья. Женка визначає, працювати над вишиванкой – одне задоволення. Работать над этой вишиванкой из крышечек, размещенной на заборе – одно удовольствие. Более того, мало найдется еще занятий, которые приносят такое же удовольствие. Хотим сделать вишиванку, чтобы на весь забор, как патриотическое панно, чтобы было красиво все на весь забор. Всего на одну секунду патриотка задумалась. Для чего это? Чтобы было красиво все на весь забор. В принципе, очевидный ответ для каждого патриота. Чтобы было красиво и на весь забор. Но дальше пошли патриоты из Запорожья, потому что они… Синий, красный, желтый и черный цвета вишиванки. Теперь в таких цветах будут одеты городские канализационные люки. Понимая, что победа в гонке вишиванкового патриотизма уходит, ускользает из рук, кроматорцы решили разукрасить в вышиванке столбы. Но Кременчук не сдается. В Кременчуге вишиванки теперь и для собак. На цьогорічний парад вишиванок у Кременчуці запрошуются всі. И брати наш, и менші не выключены. Патриотические собачки не читают некоторым людям. Ходят и в вишиванках, и в шароварах. Песики у шароварах и вишитой сорочке. Минулого року у колонии Кременчужан вдалося нараховывать близко 30 хвостатых патриотов. Хвостатые патриоты не только ходят на параде вишиванок. Нет, нет. Они участвуют вместе со своими патриотическими владельцами в выставках, патриотических выставках собак. А для того, чтобы патриотически выставить свою собаку, она не просто должна быть в шароварах. Кстати, туда очень удобно срать. Но также ее владелица должна бежать рядом с ней с флагом Украины. Окрім вишиванок, четырехлапых улюбленцев прикрашают патриотичными нашинниками. Достатньо просто причепити до ошейника синьо-жовту стричку, чи власнороч вишити оригинальный визерунок, и ваша собака – зірка фотозвитов місцевой преси. А теперь патриотизм в стиле три в одном. Этого патриотизма вы еще не видели. Зі світу по нитці, в Украине мапа. Понад дві сотні людей із десятки Украин на цей карті залишили по кілька стіпків. Посмотрите-ка, что придумала эта настоящая патриотка. Ця справжня патриотка Украины, ця справжня людина, яка відрізняється від вас, котрі не патриоти Украины, як то небо від тої земли. Розробила схему для вишивки і відшила на цій карті QR-код. Тепер зісканувавши QR-код мобільним гаджетом, мапа заграє гімн України. Історія вишивки на території сучасної України бере свій початок ще далеко до настання нашої ери. Про неї у своїх працях згадував давньогрецький історик Геродот та чимало мандрівників. Геродот упоминав о нашій вишиванці, а уж Геродот за слова за своїх отвечає. А от такі сучасні аксесуари з елементами нашої традиційної вишивки, вони дуже доречні, як подарунки, як і візитівки. Дякую вам, сердечно дякуємо за те, що ви популяризуєте нас, українців, в мірі, благодаря вишитій рубашці. Дякую вам за те, що популяризуєте Україну не лише у межах Європи, а й у всьому світі. Дякуємо вам, що завітаю. Це був наш патриотичний обзор. І якщо ти після цього обзора не полюбив цю, то ти не любиш Україну так, як її ми, настоящі патриоти. Дякую.